Как быть, если бы народов России приобрела новый гибридный вид? Ясного, яркого и правдивого образа преодоления беды, победы нет. А путь победы – это всенародные выборы законодателей, где уже целое поколение, круг солнца, у 28 лет, в собрании нечестивцев заседают одни и те же престарелые лица. Россию, священную нашу державу, одолевает гибридная напасть террористов, лютого коронавируса, непредсказуемого изменения климата, оглупление молодежи тупыми блогерами, смущение интеллигенции злобными иностранными агентами, притеснение широких масс мироедами-коррупционерами и, наконец, внешнего натиска санкций, придирок, унижений и угроз. В ответ президент Российской Федерации 21 апреля 2021 года послал законодателям, друзьям и врагам сигнал предупреждения про красную черту, перейдя которую организаторы провокации горько пожалеют о содеянном, а 26 апреля подписал указ о призыве россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы. Телевизор же показывает, что красные линии – это Украина, Беларусь, Крым, Донбасс, Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Карабах, Турция, Сирия, Центральная Азия, Курилы и Арктика. Обстановка тревожная, тектонические процессы глобальной трансформации. При этом господствующая в Российской Федерации на поле смысла и ценностей жизни Синодальная Церковь Московского Патриарха обращается не к коллективной воле народа, но к отдельной личности, свободной в ее лукавом выборе, и призывает Третий Рим к смирению, терпению и кротости. К коллективному сознанию, выразителем которого является сход. Статья 31 Конституции дает право гражданам Российской Федерации проводить собрания. Ни светские, ни духовные власти не призывают. Остается перспектива самовозгорания духа и ополчения соборной воли народа на преодоление всех бед, постигших нашу осажденную крепость, так сказать, ярость благородная вскипает, как волна. А к чему идет самовозгорание в народе духа победы, которая может произойти внезапно, от сжатия плоти и терпеливых сердец невзгодами, лицемерием и порочной вседозволенностью и смутой. Так к чудесному превращению толпы, сброда разрозненных смутьянов, в устроенные ряды ополчения, орду сратников. Однако чудо-сплочение невозможно без предводителя. Россия – женская душа, поэтому ей нужен вождь-отец. Небополитики показывают триединую функцию вождя-отца. Указами и личным примером просвещать народ тому, что должно, что можно и чего нельзя. Это не про добро и зло, а про порядок и дисциплину в уставе жизни народа-войска. Оказывать милость нуждающимся и поощрять достойных. Наказывать отступников, чинить скорый суд и расправу. Справедливость в Орде – это не безусловный базовый доход с раздачей всем и каждому пособий по безработице. Но неизбежность сурового наказания за любое нарушение установленного порядка. На поборнике свобод лукавого выбора все никак не уразумеют, что наказание с перевоспитанием казарменного типа может быстро выправить дефект даже и у тех молодых, кто только и умеет, что пальцами тыкать в гаджеты, блогерствовать и развлекаться. Вспомните про немецкий «Однунун дисциплин». Не каждый учитель может быть фельдфебелем, но зато каждый фельдфебель может быть учителем. Пожалуй, нет более жалкого зрелища, чем сборище разглагольствующих ученых, лишенных военной жилки. Ну, что ни говори, а Орда «Однун» – это народ-войска. Мобилизация расслабленного общества на преодоление беды не может произойти без напряжения войной, продолжение политики насильственными, а теперь еще и гибридными средствами. Военные тем и отличаются от гражданских, что строим ходить умеют. Даже 10 человек с командиром эффективнее, чем тысяча собравшихся в толпу людей, действующих сами по себе. Наши умники с правами человека и гражданина никак в толк не возьмут, что прозвучавшее 21 апреля в центральном выставочном зале «Манеж» – колыбельное для элит. Послание коллегам. Это прикрытие той бездны, в которую проваливается перерожденный российский либерализм. А красные звезды – не помеха солидарному корпоративному государству, типа народ-войска, Орда, а не сброд, мобилизованного предводителем на великое дело преображения Руси в давно предреченное царство правды. Правда же у каждого своя. Переход из синего в черное не исключает красное. Где синий цвет – цвет либерализма, черный – национализма, а красный – социализма. Черное с красным – коричневое. У Орды же цвет пурпурный. Красное с синим, а не с черным. Именно об этом твердят небополитики. Красное с синим – это цвет звучащего от земли голоса крови и обращенного к небу зова сердца. Этот цвет – одежд христоспорта, спасителя на иконах. Этот цвет мудрости и величие концептуальной власти. Вот перед таким выбором очутилась РФ. Коричневая чума или новая Орда. А сделать лукавый выбор подталкивает война нового гибридного типа. Коричневая чума неприемлема народами Руси на генетическом, ментальном, этическом и моральном уровнях. Напротив, в генах человека русской культуры, говорящего и думающего по-русски, где слово «доброволец», милее воткнутого с запада слова «волонтер», сидит Арда Чингисхана, а не империя Рима. На деле же происходит сползание из синего в черное. Великая перезагрузка от доктора Шваба в черный интернационал цифры инклюзивного капитализма. Вот почему в России на растяжке между западом и востоком так тяжко идет переход в новую эпоху информационного общества. Но переход, так или иначе, состоится, ибо обмануть закон мироздания людям невозможно. Русь возвращается на круги своя, в Третью Орду. Друзья мои, ведь после Второй мировой Сталин, Чингисхан XX века, создал Вторую Орду, социалистический лагерь. И ведь народы СССР и КНР дружно пели песню великой дружбы. «Москва, Пекин, Сталин и Мао слушают нас». Никакого этнического и культурного отторжения не было. И теперь горькая правда состоит в том, что результатом Второй мировой нового гибридного типа будет Третья Орда, а не Третья Рим. И не потому, что этого кто-то хочет или не хочет, а потому, что непреодолимая сила закона мироздания в витках развития руками Запада заставит реальную политику Кремля через «не хочу» пойти в объятия дракона. Чингисхан XXI века – это Си Цзиньпин. Если не изумить дракона пониманием процессов глобальной трансформации взглядом сверху, если не обуздать дракона культурным поясом этики Орды, эстетики романтизма и логики сердца, то дракон запросто сожрет Сибирь. Китайское сообщество единой судьбы человечества запросто пригнет чиновную Россию, если разумные от народа не покажут пробудившемуся духу победы вектор и образ прорыва в будущее. Я же печалюсь от того, что китаеведение, как система в Российской Федерации, разгромлено. Молодокитайсты и геостратеги несут пургу. У руля в Кремле сплошь западники гарвардской выучки. И блогеры у нас западники. И кино у нас американское. И быстрая еда с кофе. Они с чаем тоже американские. И мозги посомого стада добрые пастыри вывернули на европейские ценности. Но Вторая мировая с великой перезагрузкой или цифрой загонит трусив технологическое рабство Западу. Или ужас поражения отрезвит сознание масс и преображение произойдет в духе. Ведь надежда умирает последней. Тут кремлевским и пригодится проект. Большая Евразия, Третья Орда.